Из сотни работ из цикла «Пилигримы» произведение «Икар» было выбрано не случайно, признается заслуженный художник России. Именно эта картина принесла победу Анатолию Костянникову на фестивале искусств в памяти Станислава Косенкова в Белгороде. Во всех трех фестивалях и орловчане, и я в том числе, принимали самые активные участия. На этой выставке «Орел» показал свыше 50 авторов и около 150 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Картина была написана в 1992 году и участвовала в многочисленных выставках. Но мало кто знает, что произведение было доработано художником в прошлом году. У прежнего «Икара» не было лица, кистей рук и выхода ног. Автор холл спродлил и углубил и написал фигуративный ряд. Мне показалось, что он сгорел, как «Икар». Он шел к своей высокой мечте. Этот талант невероятный был, талант европейского масштаба. И какая-то параллель между «Икаром», который хотел достичь своих высот, и между Костянковым, мне показалось, что было бы уместно именно в этом разрезе. У Костянникова нет проходных работ. Каждая уникальна. Мастер-кисти не любит повторяться и по-режиссерски создает свои полотна. Например, это было написано в студенческие годы. Сегодня, по мнению художника, нуждается в дополнении. Я хочу посмотреть уже как бы спустя 30 лет, может где-то коснуться, где-то что-то чуть-чуть изменить. Особое место в произведениях Анатолия Костянникова занимают натурные этюды. У природы учусь, как жаждущий пьет из родника, так я стою, пишу перед красотой, созданной Всевышним. От одного яркого и культурного события к другому. В областной администрации состоялось открытие экспозиции «Пилигримы». Анатолий Костянников замечательный пейзажист, замечательный портретист. И вот одно из ипостасей его таланта, это то, что он сам называет фигуративами, или то, что он назвал пилигримами в своем замечательном альбоме. Вот 20 работ из 400, которые можно было бы предъявить на суд публики, находятся сегодня в этом зале. То, что выставлено здесь, лишь малая часть знаменитого цикла «Пилигримы», которую в ближайшее время Анатолий Костянников планирует дополнить.